МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новостей на телеканале ОБНИНСК ТВ. В студии Дарья Человекова и Георгий Розываев. Сегодня в выпуске. Готовимся к погоде, учитываем климат. Под таким девизом в Наукограде прошло заседание гидрометеорологов. В очередь, дети, в очередь. В очередной раз удивимся тому, что в ОБНИНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ номер 8 работа зачастую организована не во благо пациента, а для удобства сотрудников. 23 марта отмечает свой профессиональный праздник специалисты Гидрометеорологической службы России. Под девизом «Готовимся к погоде, учитываем климат» в ОБНИНСКЕ в этот день состоялось совместное заседание ученых советов Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической информации Мирового центра данных, Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии и научного производственного объединения «Тайфун». Эта тема была выбрана для Всемирного метеорологического дня 2018 года не случайно. На протяжении веков человек сталкивался с разрушительными явлениями природы – тропическими циклонами, сильными ливнями, засухами, метелями, крайне низкими зимними температурами. Однако сегодня изменение климата влечет за собой повышение интенсивности и частоты возникновения таких явлений. Об этом в своем праздничном послании заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петери Таллас. Он призвал метеорологов всего мира сформировать общество, устойчивое к воздействию факторов, связанных с климатом и водой. В докладе о глобальных рисках Всемирного экономического форума мировые лидеры второй год подряд затрагивают тему окружающей среды. Экстремальные погодные явления рассматриваются как в качестве единственного фактора наиболее серьезного риска. Это было заявлено на последнем форуме, на ВОСе, которая была. Ну, в какой-то степени, наверное, нас это наполняет надеждами в том смысле, что международное сообщество и вообще общество несколько по-другому посмотрит на ту деятельность, которой мы занимаемся и, наверное, поддержит те усилия и ту работу, которую мы ведем. От имени городской администрации с профессиональным праздником метеорологов поздравил Геннадий Ананьев. Я очень горд за то, что сегодня вы в вашем лице мы представляем город Обнинск на всемирной арене. Потому что на самом деле это большого стоит, и город Обнинск всегда звучал. Были времена, когда эта позиция стала уменьшаться, но сегодня я считаю, что и страна обращает внимание на город, и Владимир Владимирович Путин много говорит, город Обнинск. И, наверное, это заслуга, в первую очередь, тех людей, которые работают, которые изменяют, которые вносят свою неотделимую частицу в эту всемирную сеть, о которой сейчас говорил Вячеслав Михайлович. Я хочу пожелать вам счастья, любви в вашем доме, спокойствия и, конечно же, благополучия. С праздником! На заседании был представлен доклад директора НПО «Тайфун» Вячеслава Шершакова о наращивании устойчивости к экстремальным погодным явлениям. Он представил систему, которая позволяет прогнозировать опасные гидрометеорологические явления и заблаговременно оповещать о них население. Система была испытана во время проведения Олимпийских игр в Сочи. Ведущий научный сотрудник отдела климатологии в НЕГМЕ МЦД Наталья Коршунова рассказала об особенностях изменения климата на территории России в 2017 году. Выступление ведущего научного сотрудника в НЕСХМ Веры Павловой было посвящено агроклиматическим ресурсам земледельческой зоны России при современном и прогнозируемом потеплении. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Определены победители конкурса, который проводился среди избирателей, впервые пришедшие на голосование. Это были не только 18-летние Обнинцы, но и те, кто недавно получил российское гражданство. Победителями стали Лиза Ирошникова, Ксения Сорокина и Ксения Холматова. Совершить подъем на Федоровскую вышку они смогут в день, который будет для них удобен. Видимо, это произойдет в апреле, когда погода будет уже по-настоящему весенней. Сегодня в телекомпанию позвонили возмущенные родители маленьких пациентов Обнинской клинической больницы номер 8. Сдать общий анализ крови в лаборатории париклиники – большая проблема. Предварительная запись на его проведение в регистратуре не производится, поэтому родителям с детьми приходится стоять в живой очереди по полтора-два часа. Но даже в этом случае заветная дверь лаборатории может захлопнуться прямо перед пациентом. Вчера перед нами закрыли дверь в 9 часов до свидания, сегодня в 9 часов до свидания. Родители отпросились с работы, а дети не пошли в детский сад и школу. Анализ крови сдается на голодный желудок, поэтому оставшиеся пять человек все же хотели решить проблему на месте. Мы в клиническую лабораторию поднялись, мы просим, вызовите начальник. Где ваш начальник? У нас нет, у каждого свой начальник. Это не ко мне, это ко мне не относится. Там закрылось, там закрылось. Вы понимаете, это вообще, да. Ни в одном кабинете никого нет. Мы, чтобы кого-то там выискать, вот нашли, они там кушают, сидят. Пять, наверное, человек сидят, они там кушают. А наши дети, я говорю, кушать не хотят. Наши дети не голодные маленькие. В поликлинике на жалобы родители ответили не сразу, но заявили, что проблема временная, и граждане должны были самостоятельно рассчитать, успевают ли они сдать кровь до окончания приема. Забор крови ведется у нас ежедневно с половины восьмого до девяти часов утра. Об этом извещает регистратура всех пациентов. Регистратура ни о чем не отвечает? Ну, это уже, наверное, вопрос не к лаборатории. В связи с тем, что сейчас начались профосмотры, объем детей увеличился. В связи с этим возникают большие очереди по забору крови. Когда у нас нет профосмотров, проблем с забором крови у нас нет. Сейчас будет вопрос отрешаться с администрацией детского отделения, что будут выделяться отдельные дни для профосмотров. И по данным проблемам возникать больше не должно. После приезда нашей съемочной группы ситуация все-таки разрешилась, и анализ крови у детей был взят. А недавно возглавивший Обнинскую клиническую больницу главный врач Игорь Бондаренко, комментируя сложившуюся ситуацию, обещает, скоро все изменится. В Обнинске началась реализация проекта Росатома и Министерства здравоохранения России «Бережливая поликлиника». Одно из направлений – это улучшение работы лаборатории. Потому что планируется создать единую центральную клинико-диагностическую лабораторию, которая будет находиться на этом этаже. Сейчас все помещения, которые находятся в аренде, они все будут выселяться, и будет создана единая центральная клинико-диагностическая лаборатория со всеми процедурными кабинетами. Отдельно будет лаборатория для детства, отдельно для взрослых. Первые шаги уже делаются, уверяет главный врач. Главное, чтобы положительные результаты этих шагов почувствовали, наконец, пациенты клинической больницы. Сожалением приходится констатировать, что пока в адрес бесплатной Обнинской медицины звучат в основном нарекания. Подробности о событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней, в нашем следующем сюжете. На этой неделе с заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, при переезде из одной квартиры в другую, она на некоторое время оставила вещи в подъезде дома номер 58 на проспекте Ленина. Когда женщина уже обустроилась и перенесла вещи в жилище, она вспомнила, что не хватает двух чемоданов. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. Когда на место происшествия прибыли правоохранители и начали расследование, оказалось, что заявительница попросту забыла свои сумки в старой квартире. О случае, который произошел в минувший четверг, напомнил сюжет одной доброй советской комедии «Мимино». Владелец автомобиля марки УАЗ позвонил в полицию и сообщил, что его машина, которая была припаркована на стоянке у торгово-развлекательного центра на проспекте Маркса, исчезла. Правоохранители незамедлительно прибыли по указанному адресу. В ходе обследования близ лежащих территорий на улице Гагарина целым и невредимым был обнаружен транспорт заявителя. Как и оказалось, несостоявшийся потерпевший просто забыл, куда поставил машину. В этот же день было зафиксировано и несколько ДТП. В 10.30 автомобиль владельца Нива-Шевроле при выезде с улицы Дачной на Менделеева неожиданно заглох. В это время водитель за рулем Вольцвагена, который двигался по главной, чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль правее и вылетел на обочину, слегка повредив передний бампер. По словам владельца Нива-Шевроле, он видел, что вдалеке движется иномарка и начал маневр. Но неожиданный его транспорт внезапно сломался. Хоть его автомобиль не пострадал, добросовестный водитель решил дождаться приезда сотрудников ГИБДД, чтобы объяснить ситуацию. Около трех часов дня на 105-м километре Киевского шоссе столкнулись Вольцваген и Лада Ларгус. Поток машин остановился перед светофором, а мужчина на отечественной легковушке отвлекся и врезался в стоящую последнюю иномарку. Участники аварии не пострадали. А буквально через час в Обнинске новое ДТП. Женщина на Рено при выезде с улицы Кобейцинской на главную приостановилась, чтобы пропустить поток по главной. И в этот момент в кузов этой машины врезалась дама на автомобиле Hyundai. Кроме транспорта в этом происшествии никто не пострадал. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания Обнинск ТВ. На днях в Калужской области отметили 30-летие организованного поискового движения России, родиной которой является Калужская область. Добровольцев, которые ищут и перезахоранивают останки бойцов Великой Отечественной войны, много и в Обнинске. Здесь даже действует музей, созданный поисковиком Галины Слесаревой. О том, какие экспонаты ежегодно пополняют экспозицию этого музея, расскажет моя коллега из Центра молодежной журналистики, действующего при поддержке телеканала Обнинск ТВ, слово десятиклассницы Виктории Яковлевой. После окончания Великой Отечественной войны прошло более 70 лет, но наша земля до сих пор хранит останки бойцов, предметы солдатского снаряжения и военной техники той поры. 30 лет участники поискового движения помогают родственникам погибших солдат узнать об их судьбе и ухаживают за военными захоронениями. Одна из руководителей поискового движения в Обнинске – Галина Слесарева. Она – основатель музея под названием «Судьба солдата». В нем хранятся личные вещи погибших и военное снаряжение. Слово «война» – это очень тяжело. Поэтому даже здесь, в музее, я всегда говорю, понимаете, слово «война» – это огромная жирная точка, которую невозможно распознать. Там столько человеческих судеб было замешано, столько погибло, столько пропало без вести. Все это перемешалось. И погибшие, и пропавшие, и плененные. И они частью даже не виноваты, потому что в плен попали. Поисковые экспедиции – это всегда непредсказуемое и сложное дело. Трудно предугадать, в каком именно месте окажется следующее захоронение. Понимаете, я вот через эти, пройдя через 40 с лишним лет вот этих раскопок, у меня на самом деле уже какое-то вот интуитивное такое чутье развивается. Когда знаешь, куда идти, знаешь, где были окопы, траншеи, блиндажи, и что там могут быть солдат. Поисковое движение очень популярно среди молодежи. Много тех, кто хочет пополнить ряды добровольцев. Только для непосвященных работа поисковиков кажется просто интересным приключением. На самом деле она тяжела как физически, так и морально. На самом деле это очень тяжелая, очень кропотливая, очень-очень-очень работа, которая внутри человека съедает. Потому что после того, как находишь останки, ведь если находим медальон, его нужно развернуть, его нужно прочитать. Потом с этими останками что-то делать, где-то временно хранить. Потом писать запрос в военкомат с места призыва этого человека. Если идет подтверждение, находятся родственники, работа с ними. Вот работа с родственниками – это самое сложное. Люди, занимающиеся поисковой деятельностью, помогают сохранить память о защитниках Отечества, павших на поле боя, отдать последнюю дань уважения героям. Виктория Яковлева, Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. В Боровске в эти дни экспонируются выставки сразу двух обнинских мастеров. Членов Союза художников России Николая Смолина и Павла Вальфсона. Тема работ обоих художников продиктована скромной, но изысканной красотой природы России. Образы родных пейзажей среднерусской полосы Николая Смолина наполнены тонкими, несуетными размышлениями и переживаниями. Большой опыт работы с натурой, знания материала позволяют художнику отражать малейшие нюансы переменчивого состояния природы. Любимый технический прием Николая Смолина – акварельное письмо по влажной бумаге. Живописец владеет им в совершенстве. Его работы всегда узнаваемы, востребованы ценителями. Они украшают частные коллекции Германии, Франции, Испании и многих российских музеев. Павел Вальфсон – участник многих областных, всероссийских и международных выставок. Работает в области станковой и книжной графики, станковой живописи. Основные жанры – пейзаж, натюрморт, портрет, иллюстрация. С 1992 по 2005 год художник преподавал в ВУЗе Хомницкой графический дизайн. Его произведения находятся в российских и зарубежных галереях и частных собраниях. С выставкой акварели Николая Смолина под названием «С любовью к России» можно познакомиться в Боровском музейно-выставочном центре до 12 апреля. Персональная выставка Павла Вальфсона «Тыхание пейзажа» будет работать в Жуковском центре до 14 апреля. Телекомпания «Обницк ТВ» приглашает на работу телеведущих развлекательную программу «Тост». Занятость один час в день. Резюме отправлять на электронную почту по адресу, указанному на экране. Справки по телефону 8484-394-5533. В воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники культуры, библиотекари, сотрудники культурно-досуговых учреждений, музеев, школ искусств, сферы кинопроизводства, творческая интеллигенция. Мы желаем вам здоровья, благополучия и творческой энергии. А наша программа подошла к концу. О том, как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске новостей. Встретимся в понедельник. Всего доброго.